Конкурсантов в этом году на полсотни меньше. Причина тому экономический кризис. В связи с этим количество предприятий уменьшилось. Особенно это ощутимо по предприятиям общественного питания. Уходят с рынка в основном рестораторы, а вот сельхозпроизводителей наоборот становится в разы больше. Стимулирует агрария в президентской программе импортозамещения. Но не все так гладко. В связи с санкциями бизнесмены заменили часть зарубежного дешевого сырья на российское дорогое. Оттого выросла стоимость. Определяющим критерием в конкурсе на лучший товар стало умение сдерживать цены, не роняя марки. И здесь отличилась компания «Бурят Мяспром», которая, к слову, вошла в списки лучших в международном конкурсе. Мы дорожим нашим потребителям и предоставляем продукцию высокого качества, которая достигается за счет строгого соблюдения госрецептур, жесткого контроля качества на каждом этапе производства, ну и, конечно, натуральности продукта. Что касается услуг, то в числе лучших оказался ФСК. Но, к сожалению, не все так честны перед потребителем. За 2015 год республиканские бизнесмены полторы тысячи раз нарушили права потребителей. Чаще всего покупателям продают некачественный товар или затягивают сроки исполнения услуг. Кроме того, клиенты жалуются на ЖКХ и медицину. Елена Темникова, Степан Столбовский, Виктор Горновской. Новости дня.